Приветствую вас, друзья! Меня зовут Александр. Вы на канале «Есть вопрос». Сегодня я хочу рассказать, как сэкономить деньги или как их распределить более правильно. Это видео посвящается больше для образовательных учреждений, но, опять же, если вы знаете, что ваш ребенок увлекается техническим творчеством, ему нравится конструировать, здесь я тоже расскажу, как можно позаниматься с ребенком техническим творчеством, сэкономив приличную сумму. Итак, у нас на столе представлены два варианта. Первый – это всеми известный, всеми любимый набор первой механизмы, который содержит в себе 12 проектных заданий, занятий и, собственно, учен детей основам конструирования. Мы изучаем шестеренки, мы изучаем различные типы передач, соединения кубиков, размерность – это лего дуплы, рекомендованный возраст от 5 лет. Но в российских детских садах есть практика внедрять этот набор с 4-х летнего возраста, потому что он достаточно понятен и доступен. А многие начальные школы тоже применяют этот набор. То есть здесь вы не смотрите на размерность деталей, детям будет одинаково интересно, потому что сам принцип и сами проектные задания очень хорошо продуманы. А с другой стороны ринга, можно так сказать, сегодня у нас представлен набор от Fila. Не знаю, правильно ли я называю этот китайский бренд, но почему он появился у нас на столе? Потому что мы сперва увидели вот эту коробку и мы понимаем, что, в принципе, эта коробка, этот контейнер – это некая копия наборов LEGO Education, потому что и крышки повторяют друг друга, и сам размер корпуса, но только лишь цвет отличается. И далее мы смотрим, что, в принципе, некоторые детали напоминают нам первые механизмы. В чем проблема? Вот этот набор, к сожалению, вы уже не приобретете. Он снят с производства, он заменен другими версиями, но у него осталось много поклонников. А еще в учебных заведениях есть наборы уже приобретенные, но как и водятся, детали периодически теряются. А какой-то ремкомплект для него, то есть комплект замены, вы не приобретете. Поэтому мы и начали искать, что же можно посоветовать учебным заведениям, и наткнулись вот на эту историю. Поэтому я сейчас хочу провести такой сравнительный анализ. Сразу предупрежу, что вот этот набор продается, он состоит из трех блоков. Есть основной набор и два дополнительных. Основного набора у нас сейчас нет. Но обзор провести это нам не мешает нисколько, потому что мы можем точно так же с вами конструировать. И посмотреть по качеству деталей. Потому что сегодня мы про качество и про содержание вот этих двух наборов. Сравним, поймем, можно ли его применять или заменять. Ну и, собственно, в таком духе. Погнали! Итак, друзья, приступим с самого первого. Это качество боксов. Давайте вот так поставим их и сравним вживую. Наборы мы уже открыли. Наборы это оба новые. Они не были в какой-то практической деятельности. Поэтому по качеству деталей мы будем с вами и по состоянию деталей смотреть вот в онлайн. Смотрите, наклейки есть на корпусе. Крышечка у нас хорошо открывается, хорошо открывается. Тут открывается легче. Давайте посмотрим. Если это является копией полной, у нас крышка от одного набора подойдет к другому. Перекидываем, затыкаем. Крышка от китайского набора, буду так называть, не в плохом смысле, от по стране производителя. Regredication тоже там есть представительство в Китае, которое производит, но не факт. Крышка от набора Fila прекрасно держится на этом наборе даже лучше, чем оригинальная крышка. Вот смотрите, тут без щелчков заходит, я пытаюсь поднять и не могу. А здесь у меня вот и не отцепляется. Ох ты как! Здорово! С оригинальной историей будет так же. Для чего я сравниваю крышки? Ну на самом деле крепко посаженная крышка это гарантия того, что у вас ничего не вывалится во время падения бокса. Но опять же, как упадет, смотри. Здесь крышка держится хуже по качеству. У меня вообще претензий нет. Здесь более глянцевый пластик, тут менее глянцевый. Отлично! Можно сбрать контейнеры, я имею в виду. Далее, по содержимому смотрим внутрь. Что мы видим? Начинаем сравнивать. У Lego Education, вы знаете, что всегда есть такая вставка, с обратной стороны которой у нас находится перечень элементов с их содержимым. Очень удобная штука в плане того, что учебные заведения часто инвентаризируют наборы для того, чтобы прийти на соревнования или в начале учебного года, чтобы понимать, по содержанию смогут или не смогут проводить все занятия. Поэтому вот эта штука, она очень удобная. Здесь у нас ничего такого нет у Фила, зато есть вот такая книжка китайская. На китайском языке, да, тут ничего не переведено. Но, опять же, тут в основном картинки. Есть некие подписи, опять же, Google переводчик вам в помощь. Но поставщику рекомендация. Могли бы и перевести, учитывая, что тут сил-то тратить не нужно. Но, наверное, это скажется на цене. По деталям, вот именно перечень деталей я пока не вижу. Зато вижу QR-коды, вижу конструкции. Ну, то есть перечни деталей я пока не увидел. Имейте это в виду. Хорошо. По количеству деталей давайте сравним. Здесь у нас, значит, 102 детали. В этом наборе 108, 98. А в базовой 123 элемент. Соответственно, эти наборы больше. И по конструкциям. 12 практических занятий здесь. У Фила базовый набор 40 занятий. Базовый плюс дополнительный набор 80 занятий. Базовый плюс 2 дополнительных 120 занятий. Занятия я называю, это конструкции по делу. Потому что у нас возраст начальный. То есть младшие группы, можно сказать, или средние. Поэтому занятия короткие, вы не будете ничего больше успевать. Но, опять же, мы всегда знаем, у Lego Education задания продуманные от А до Я. Педагог каждый знает, по какой системе 4С они занимаются и ведут урок свой. Здесь этого нет. Здесь мы фантазируем. По качеству деталей. Смотрим, что у нас еще есть. Вот эти наши любимые. Пластик, который позволяет создавать различные конструкции, возбуждающие детское любопытство. Да, это вентиляторы, которые не просто вращаются, там какая-то пластина. А нет, который действительно будет дуть. Причем лопасти разных размеров. И можем проводить эксперименты. Здесь тоже есть такой же пластик, он уже выдавленный. Посмотрите, что он менее яркий. Здесь у нас насыщенный цвет, тут не насыщенный цвет. По толщине. Здесь более толстый пластик, тут менее плотный. Ну, в практике не могу сказать, мы не работали с этим набором. Далее. По деталям. Возьмем балку раз. Возьмем балку два. Сравниваем. Блестят, блестят. Количество деталей одинаковое, точнее отверстия одинаковое. Совпадает полностью. А здесь, в китайском наборе, у нас есть некие вкрапления. И я вижу, что я вижу, что детальки немножко отличаются по цвету. Все. По крепости отличий никаких нет. Сейчас посмотрим по весу. Я не знаю, как их сравнивать. Давайте возьмем весы. Вот они у меня есть. Посмотрим по количеству пластика. Качество пластика мы проверить, к сожалению, не можем. Итак, покажу вам, что я ничего не фантазирую. Есть весы. Есть видео у нас. Да, вот так поставим. Включаем запись. Я могу из двух деталей выбрать оригинальную Lego. Вот она. 23 грамма. Так, весы у нас выключились. Говорят, в этой авантюре мы участвовать не будем. 21 грамм. 21 грамм. Так. Сразу давайте, не уходя, сравним. У нас есть шестеренки. Они одинаковые. Здесь. И здесь сейчас момент. Это у нас шестеренка, которая оригинальная. Она весит 20 грамм. И шестеренка, которая из набора филла. 23 грамма. Отличается вес немножко. Сразу покажу. На той камере видно не будет, что, в принципе, все одинаково у нас. Обратите внимание, что здесь не круг внутренний, да, а такой многогранник. Здесь у нас все ровные грани. Вот только этим и лишь отличается. Качество пластика мы с вами сравнить не можем. Но напоминаю, что Lego очень замороченные. Они прямо по качеству пластика, чтобы он был перерабатываем. Минимальный вред наносил природе. То есть, они вот свой пластик доводят до совершенства. Чуть не разорились, кто не знал, из-за этого. У Китая мы сравнить не можем, информации никакой нет. Ну, надеемся, что там тоже все прекрасно. Далее. По содержимому. Внутри у нас у первых механизмов есть вот такие карточки. Да, у нас есть 3D-проекция, по которой дети легко собирают различные вентиляторы, запускатели, волчков и многое что другое. Все это узнаваемо. Дальше. У нас есть детали вот такие. Пластины зеленые здесь. В этом наборе у нас серая пластина. Я специально для вас приготовил элементы, которых вы не видели в LEGO Education. Это вот такой блок 2х1 высокий. Пластина 2х1. И вот такая пластина, на которую вы можете что-то наклеивать. Такие пластины в мозаике LEGO встречались. Их не было в России, но в мозаике LEGO они встречались. Я не знаю, была ли мозаика в размерности дупла, в системе она точно была. Соответственно, можно что-то писать, как алфавит используют, если у вас есть какая-то LEGO стена. Классная штука. Если много будет, я бы что-то с ней попридумывал. Собственно, вот. Далее. У нас есть вот здесь такие шарики в LEGO Education в первых механизмах. Конкретно их нет. Ну, видимо, есть какие-то задания с шариками. Например, хоккеист мог бы тут не шайбой обходиться, а именно запускать этих шариков. Далее. Давайте посмотрим вот что. Нам же важно с вами, чтобы у нас было наследование, да, можем ли мы этот набор приобретя, потому что он стоит действительно дешевле. А здесь мы его, в принципе, не можем приобрести, потому что он выведен из производства. Можем ли мы его использовать как ресурсную? То есть здесь брать детали, которые потерялись тут, да, чтобы продолжать заниматься. Ведь здесь классная система обучения. Давайте попробуем. Для этого я возьму волчок. Я заранее подготовил, чтобы не тратить время. Запускатель. А вот это у нас китайская шестеренка, которую я только что взвешивал. 23 грамма весит. А здесь у нас шестеренка вот эта и эта оригинальная. Соответственно, если у нас мы сможем штифт, точнее ось, да, шестеренка, она тоже оригинальная. То есть волчок полностью из оригинального. Соответственно, если мы его запускаем, мы понимаем, что все передаточные числа, все зубья совпадают. И мы можем из этого набора брать и вставлять в этот набор. Давайте пробуем. Смотрите. Звездочкам претензий нет. Звездочки, шестеренки, да, зубчатые колеса, как хотите, называйте. Далее. Сейчас попробуем сравнить балки. Точнее, соединения, да. Все соединяется. Все прекрасно. То есть они совместимы друг с другом наборы. А хотел обратить ваше внимание, смотрите, у нас есть вот такой кубик, блок, да, с отверстиями. И вот они отличаются высотой. То есть здесь, в этом наборе такого нет много. Зато есть вот такой вот короткий. Как бы это надо иметь в виду просто. Я не знаю, есть ли они в других наборах, подозреваю, что нет. Все. Здесь мы совместили, все попробовали. Далее давайте посмотрим вот что. А есть у китайцев одна большая проблема. Когда они делают, вот вообще как выясняется, да, то, что китайский лего и почему вообще хороший лего, он, как правило, заходит детям, а копии китайские нет. Потому что сложную конструкцию, ты не можешь собрать. Там такая погрешность, что у тебя все начинает разваливаться, да, либо под своим весом, потому что не выдерживает именно сцепление детали, либо по корявой инструкции. Инструкции мы посмотрели здесь, в принципе, да, очень толстая книжка, 40 конструкций. И она точно по такому же принципу сделана. То есть максимально простые модели и в 3D проекции, да. Все, что цветное вставляем сейчас, все, что серое, было построено ранее. Отлично. Но нам нужно с вами понять, сможем ли мы построить эту большую модель. Как это сделать? Просто посмотреть, насколько крепко одна деталь держится с другой. Мы для этого приготовили специально для вас, внимание, приготовили вот такие мешочки с песком. Килограмм, 900 грамм и 800 грамм. Далее мы приготовили вот такую пластину. Это из китайского набора, да. И опять же, вот этот кубик с отверстиями. Мы его вот так цепляем. У нас снизу приделан крючок ровно к центру. И посмотрим, чем отличается один набор от другого. Насколько хорошо один набор крепится к пластине своего же набора, а потом еще и сравним друг с другом. Итак, давайте посмотрим, поднимет ли вот эта конструкция 800 грамм. Да, мешочек? Смотрите, поднимает. Это я дернул вверх. Но, в принципе, она поднимает. Давайте просто будем вот так поднимать. Вверх, вниз. Хорошо. Далее берем 900 грамм. Зацепили. Поднимаем вверх. Не подняли. Еще раз. 900 грамм. Это к приличной усилии, я обращу ваше внимание. Вверх, вниз. Еще раз. Вверх, вниз. Окей. Килограмм. Вверх. Нет. Давайте еще разик. Пробуем поднять. Вверх. Килограмм. Уже все. Отлично. Далее. Та же пластина. Тот же куб. Только он у нас смещен. Поэтому мы его сделаем в сторону. Но по конструкции то же самое. В центральное отверстие. Проверяем. Самый минимальный. Вот будет весело, если он сейчас отвалится. Хоп. Дальше. Справились. Ну, никто и не сомневался, я думаю. То есть это оригинальное лего внизу. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Хоп. Хоп. И нет. Смотрите. Все прекрасно. Держится. Далее. Давайте попробуем сделать следующим. Это была китайская пластина. Сейчас мы берем с вами оригинальную пластину лего. Точно так же все цепляем. И проверяем уже килограмм. Поскольку на нем у нас была проблема. Вдруг сборка, когда... Нет. Даже хуже держится. Пластина оригинальная. Китайский кубик. Мы сможем поднять. Давайте поаккуратней. Нет. Все-таки не смогла. Окей. Делаем вот так. Подняли. Ничего себе. Ну и ради веселья я не знаю. Ну давайте попробуем. Сможем ли мы поднять. Сколько у нас? Один килограмм восемьсот грамм. Я буду очень аккуратно. Но нет. Но не смогли. Соответственно у нас еще есть 900 грамм восемьсот. Ну просто уже интересно. Раз мы тут собрались. И лего мы так любим с вами. Давайте сравним. Цепляем со смещением. Кстати. И тут мы подняли. Вы видите да? Один килограмм. Семьсот грамм. Но на оригинальной пластине. То есть с этой точки зрения. Конструкция будет крепче. Дальше. Плохо ли держится? Вот. Ни за что. Я на ощупь даже и не определю. Насколько одна конструкция лучше соединяется. То есть как бы здесь сила сцепления с запасом. И в том и в другом наборе. Но лего победил. Тут как бы вопросов никаких и нет. Далее. Протестировали. По содержимому посмотрели. По количеству кубиков определились. Вроде что еще можем сделать. А давайте сделаем вот следующую вещь. Помните я показывал вам QR-код. Вот этот. И посмотрим. Раз с методической точки зрения здесь у нас не очень все хорошо. Нет четко простроенной методики. Давайте посмотрим чем нам помогут вот эти QR-коды. Для этого берем телефон. Сканируем QR-код. Наводим. Любой попавшийся. Ну вот. Сканируем. Так. И попадаем вот на такое видео. Давайте, давайте. Собственно вот такой видеоролик. Сейчас я вам его покажу. С этапами постройки. Насколько это хорошо поможет вашим детям. Только вам известно. Напишите в комментариях. Помогают ли такие видео. Но, наверное, в каких-то спорных моментах. Если инструкции недостаточно. Вы можете всегда это посмотреть. Все. Давайте сделаем вывод. Есть у нас два набора. Никто не принижает достоинства Lego Education. Это целая система с наследованием. То есть предыдущий опыт нам, как минимум, помогает делать более сложные модели. И вся система Lego Education – это не только конструирование, а развитие ребенка в гармонии. То есть мы развиваем навыки общения, работе в команде, математические способности, потому что нам нужен счет. И вся методика, она рассчитана. Везде написано, какое занятие на что направлено. То есть с точки зрения педагога работать вот с этим набором гораздо лучше. Но есть такие ситуации, когда вы просто не можете физически позволить его приобрести, не только из-за того, что его нет в продаже, а из-за того, что он стоит достаточно большое количество денег. И в этом случае, чтобы не опускать руки и понимать, что как бы это не про вас, техническое творчество уходит в сторону с Lego, вам стал доступен вот этот набор. Здесь придется потрудиться, здесь придется сделать следующее. Вам придется прописать все то же самое, что есть у Lego, но самостоятельно. Если вы готовы к этому, тогда, пожалуйста, приобретайте эти наборы. Также эти наборы точно вам будут большими помощниками, если вы потеряли детали от этого набора. Или если у вас большой творческий проект, и вам не хватает кубиков, вы понимаете, что Lego вы не можете приобрести в таком большом объеме, тогда вот я рекомендую набор приобретению. Компании FILA. На бренд не смотрите, потому что бренды, мы уже сейчас знаем, что они уже изменили название свои. Я не знаю, как это так в Китае происходит, но, тем не менее, сейчас в России поставляются уже по другим брендам. Если вас интересует приобретение этих наборов, всегда пишите нам. В комментариях есть почта электронная, пишите, звоните. Мы рады новым клиентам и вам помогать. А если вы уже работаете с этим набором, напишите свой опыт. Это очень полезно для нас и очень полезно тем педагогам, которые смотрят эти ролики и отталкиваются от них. Потому что никто не хочет покупать кота в мешке. Вот для этого мы здесь с вами и собрались. Этот набор стоит сильно дешевле, нежели продукция Lego Education. Но, опять же, не в цене дело, когда мы говорим про образование. Другое дело, что для дома как раз таки, если вы понимаете, что вам нужно приобрести какой-то подарок, вот, пожалуйста, берем базовый набор. Ребенок, в принципе, увидит, что техническим творчеством занимается, что-то конструирует постоянно, его это не пугает. Приобрели первый набор, вместе посидели, поконструировали. На следующий день рождения приобрели второй и третий набор, собственно. Ну, на следующий праздник я имею в виду. Вот это классно! Хороший подарок с каждой своей системой хранения, не в этих бесконечных коробках, которые не знаешь, куда воткнуть. Эти, если у вас есть стойки IKEA, то вот эти контейнеры, я вам говорю 100%, они хорошо в эти стойки заходят. Потому что контейнеры по ширине, по вот этим ушкам, они совместимы. Поэтому все для вас, друзья мои. С вами был Александр, канал Есть Вопрос. Пишите комментарии, ставьте свои лайки, дизлайки, выражайте свое мнение, не сидите просто так. До новых встреч и пока!